Нам изначально сказали, что здесь никто интервью не будет давать эксклюзивно, поэтому немножечко мы не подготовились к этому плану. Да, вы попросите. Есть вопросы, задавайте. Нету, не задавайте. Андрей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как у вас сейчас в данном ситуации работает компания Мирбокса, сколько боксеров ведется, насколько пандемия осложнила организацию поединков и прочие элементы с подготовками и все остальное? Работает нормально. Сколько боксеров, сейчас уже не скажу. Это надо, знаете, посидеть, вспомнить. Там уже список-то такой довольно большой. Другое дело, что большая часть наших боксеров закончили карьеру. Денис Лебедев, Гриша Дрозд и так далее. Большая часть наших боксеров сейчас в Америке. Это вся узбекская часть. У нас довольно много спортсменов из Узбекистана. Они прекрасно выступают. У них, на мой взгляд, большое будущее. Теперь, что касается, как повлияла пандемия. Ну, повлияла напрямую, потому что событий спортивных не было, мероприятий вообще. Соответственно, не было никаких боев. Вот сейчас Санни бой провел в Лондоне. Ну, и сейчас вообще потихонечку начинает индустрия оживать. Потихонечку. Посмотрим, что будет. Ну, не будет же у нас пандемии всегда. Насколько у вас были опасения высокие, когда Поветкин дрался с Уайтом? Вот, скажем, после четвертого раунда что вы ощущали? Ну, я за него переживал очень. Я за него и до боя переживал. Я считаю, что Уайд это очень сильный соперник. Очень сильный. Ну, понятно, что мы все верим в Сашу и болеем. И я, в общем-то, всегда верил в его победу. Но, попереживать он заставил. А кто, как вы считаете, был самой большой победой Поветкина? Не боксером, которым, ну, понятно, Джошуа Кличко это особый вид. А вот самая великая победа Поветкина это то сейчас, что он победил Уайта? Или это был там Такам, Чар или Перес или кто-то другой? Я считаю, что Перес очень серьезный соперник. Я считаю, что Такам очень серьезный соперник. Я когда увидел, как, ну, Такам тренируется, мы, если честно, обалдели просто. То есть, он на тренировке такой исполнил. Я не знаю, может, у него в бою так не получается. Но на тренировке я просто смотрел, и такие мысли, а он вообще человек? Или это какой-то киборг? То есть, что-то вообще невероятно. Вот. Перес очень был опасный соперник. Очень. Мануэль Чар, ну, тоже, ну, один из топовых боксеров. Потому что он в топе, он всегда в рейтинге довольно высоко. Он очень опасный. Но у Саши за последнее время не было вообще каких-то таких ребят слабеньких. Все были чуть меньше, чуть больше, но все сильные. Поэтому говорить о том, что вот Уайт там самый опасный. Я думаю, что Уайт, Перес и Такам, наверное, были самые опасные. На ваш взгляд, надо ли Поветка что-то серьезное изменить подготовкой перед второй встречей с Уайтом? Или того, что он пока дал, должен хватить? Надо, и мы будем с ним это обсуждать. Вам не скажем. А можно вопрос? Как производственную тайну. Замечательно. А под Дмитрием Кудряшевым можете сказать, он сейчас в мире бокса? Он будет выступать вообще в ближайшее время? Ну, он в мире бокса, он наш друг. Вы знаете, у нас к боксерам вообще такое отношение как бы нематериальное. То есть у нас нет такой истории, что вот у нас заключен контракт, и мы стараемся из спортсмена там выжать там максимум денег. Это вообще про другое. Я деньги, как вы знаете, зарабатываю на другом. Мир бокса – это скорее социальный проект, который поддерживает спортсмена. Поэтому Диму Кудряшов, его задача просто самому определиться, что он хочет, и как он, и где он. У него были мысли выступать в ММА, у него были мысли продолжить боксерскую карьеру. Я знаю, что я его буду поддерживать в любом его начинании. Когда он выступает хорошо, я ему говорю, что это было хорошо. Когда он проваливает бой, я ему говорю, что он провалил, и что он может гораздо лучше. Я не понимаю, почему, что не хватило. А раз вы так сказали, что он по ММА хотел выступать, он еще хотел выступать на голых кулаках. Вот новый спорт, так сказать. Как вы к этому спорту относитесь, где люди боксируют без перчаток? Да ради бога, лишь бы только не пострадал никто. Если уделяется должное внимание именно безопасности спортсменов, то нет никаких проблем. На голых кулаках, на одетых кулаках, как угодно. И это все, ну, так или иначе разновидности того самого кулачного боя, который еще там с древних греческих олимпийских выбор. Также Мирбокс устраивал и Павет Кенчар, Павет Кентакам. Это все было в Москве. Когда вы вернетесь к большому шоу для нас? Вопросы у вас, конечно. Ну, все ждут, честно, Андрей Михайлович. Очень хотелось бы. Ну, я очень хотел бы откровенно ответить на этот вопрос. Но я откровенно ответить на этот вопрос пока не могу. Потому что, ну, вот так. Бог даст, все повернется так, что мы вернемся и будет все в порядке. То есть, надеется, мы имеем право. Ну, да. Ко мне уже не раз подходили и говорили о том, что это было какое-то золотое время для бокса. Мы делали много разных шоу. В России, да. И это был такой подъем. И как бы здесь были действительно мировые шоу и так далее. Я очень надеюсь, что когда-нибудь мы к этому вернемся. Вот вы сказали, как Кадышову всегда говорите прямо о том, как он провел поединок. Меня интересует, вот недавно провел бой Георгиевича Лахсаев, который дрался у вас на передаче о «Бой в большом городе». Что вы можете сказать по его бою с Айком Шахназаряном? По-моему, здесь все очевидно и судейство оставляет только вопрос. Вот здесь знаете, какая штука? Мне, чтобы быть корректным, надо свое мнение говорить ему, а не вам. Понимаете? Ну, мне кажется, это уже достаточно. Чтобы это не было какой-то вот такой вот истории. Могу сказать одно. Они оба очень достойные ребята, очень крутые. Я видел бои Айка до этого. Вот. Я знаю, насколько упорный и серьезный парень Георгий. И в этом смысле только желаю ему успеха и побед. Вот. Они оба классные бойцы. Дай бог встретятся еще раз и подрастают все точки над «Э» – это самый лучший способ. У меня еще есть провокационный вопрос. Подражь провокации. Поветкин-Уайт, да? На ваш взгляд, Поветкин до четвертого раунда вел поединок? Первые два раунда взял Александр? Нет. Поветкин проиграл поединок до того, как он нанес нокаутирующий удар. По очкам он проиграл поединок. Он нахватал много джебов. Он совершил много ошибок. У него были проблемы по дистанции, по манере ведения боя. Там до хрена всего. И вот эта Сашина история, как бы, его плюсов, которые компенсируют любые минусы – это сумасшедший характер, просто неизгибаемый. И это очень правильная тактика молниеносного сближения с умением нанести хороший, плотный нокаутирующий удар. Немножко такая тайсоновская тема. Но она как бы не потому, что она тайсоновская, потому что это характерно, по любой боксеру он скажет, это характерно для людей относительно маленького роста. Потому что Саша для тяжелого, для супертяжелого веса, профессионального, он маловат. И поэтому его тактика – это входить и наносить удары, в основном боковые апперкоты, вблизи, на очень короткую дистанцию. Про бой Алексея Папина и Руслана Файфера. Меня вот напрягло, что поединок обслуживал Ираклий Малозония, который был дисквалифицирован на полтора года, но при этом через… Причем дисквалифицирован без права… Как это называется? Кампром. Еще раз слово. Обжалование. Обжалование. Без права обжалование, но вот через полгода уже вернулся к работе на боях. Вас не напрягала его кандидатура на этот бой? Ни ко мне вопрос. А это разве не обсуждается с промоутерами или с кем-то еще? Ни ко мне вопрос, комментировать не буду. Есть организаторы этого поединка, пожалуйста, с ними. Еще вот Раджаб Бутаев и Беспутин, Александр Беспутин, дрались. В результате Беспутин был дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы. Как сейчас ситуация Бутаева, дадут ли ему титул сразу, дадут ли ему титульный бой, что дальше? Сейчас не понимаем, что именно будет. Мы сейчас разбираемся в этой ситуации. Там действительно есть история, что и проба А, и проба Б у Беспутина показало наличие допинга. Бой был феерический, если вы смотрели, я не знаю, вы смотрели? Смотрели. Беспутин, Раджаб Бутаев, феерический бой просто, ну, бой мастеров. Беспутин очень хорошо, конечно, смотрелся, и Раджаб Бутаев хорошо смотрелся. Но допинг есть допинг. Если Беспутин попался, значит, сейчас будут какие-то последствия по дисквалификации и так далее. Посмотрим, что это будет означать для Раджаба. Посмотрим. У меня последний вопрос про Дениса Лебедева. После того, как он потерпел положение от Табисом и Чуну, о нем уже как-то не видно, не слышно, ушел из медиаполя. Общаетесь ли вы с ним? И вот как сейчас там Денис живет, чем занимается? Да, видимся и слышимся, и переписываемся. И когда Саня сейчас прилетал из Лондона, Денис приехал его встречать. Вот вся эта история с казаками, это же его как раз идея, да? Классная идея. И это как-то облетело весь мир. Ну, вообще, немножко отвлекаясь от темы, я читал просто комментарии в различных иностранных, американских и британских изданиях, и там все в восхищении, что типа, вот русские молодцы, вот как надо встречать с чемпионов. А что бы было бы, если бы он бы, допустим, победил бы Джошу, или победил бы Фьюри, или ты, и так далее. Что было бы тогда, да? Бомба. Да, и все как бы этим восхищаются. Денис закончил карьеру, и это правильно. Он в боксе всем все доказал, чемпион мира по двум версиям. У него были разные бои, очень тяжелые и попроще, и где он прекрасно побеждал, и было где он драматически проигрывал. Но это он оставил огромный, очень заметный след в истории бокса. И мы будем многие его бои еще часто вспоминать. Андрей Бухович, ваш прогноз на Фьюри Вайлдер 3, на ваш взгляд? Буду болеть за Фьюри сильно. И считаю, что он победит. Потому что Вайлдер хороший парень, физически офигенно подготовленный, очень хорошо подготовленный, крутой, большой, накачанный мужик. Никакого отношения к боксу, на мой взгляд, не имеющего. Никакого. То есть у человека пушечный удар, и все. И это должен кто-то прекратить. То есть рано или поздно кто-то должен прийти к боксеру, который боксер, и закончить эту историю. Потому что, конечно, боксер должен выиграть в одну калитку у просто сильного парня. Но надо понимать, что это американский рынок, там есть свое шоу, там есть раскрученные персонажи, и там своя интрига. И она как-то длится. Но вот я в двух словах объяснил, почему я буду болеть за Фьюри. А я думал за то, что он тогда слился с боя с Поветкиным. Нет, ну, за то, что он слился с боя с Поветкиным, мы получили деньги, выиграли суд и так далее. Что касается слился, не слился, знаете, такая история как бы нехорошо. Я вообще ко всем ровно и очень доброжелательно отношусь. И к Вайлдеру тоже. Когда я говорю, что он плохой боксер, это не потому, что я его недолюбливаю, а потому, что это правда. Ну, у него пушечный удар, я думаю, один из самых сильных вообще в дивизионе, но бокса там нет. А так я к нему очень хорошо, и к ребятам, которые там с ним работают, тоже очень хорошо. Мы со всеми хорошо, со всеми подобраны всегда. Тогда заключение. Пару слов болельщикам и фанатам бокса. Да какие тут пару слов. Занимайтесь боксом, берегите себя, следите за собой. И особенно в современном мире помните, что бокс – это лучшее средство для того, чтобы держать в порядке свою нервную систему. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо, ребят. Спасибо. Спасибо.